Исторический центр Одессы может стать пешеходным. Перекрыть дорогу планируется от улицы Греческой в уголе Екатерининской до памятника Дюку. Также планируется освободить от автомобилей Лонжероновскую, Гоголи и Гаванную улицы. Общественный транспорт пустят в объезд. Нужно постепенно освобождать часть города от автомобилей. И от припаркованных в правильных местах, в неправильных. То есть город должен принадлежать пешеходам. Но еще один нюанс. Мы ездили по Европе, изучали европейские практики. Там, как правило, планируется таким образом движение, чтобы к каждому дому можно было подойти и пешком. Исторический центр Одессы не предназначен для большого количества машин. Хаотично припаркованные автомобили затрудняют движение транспорта и не дают прохода пешеходам. Сложнее всего в летнее время, когда приток туристов увеличивается. Это полное расточительство. Центральную улицу города, туристического города, оставлять просто под стоянку. В любом уважающем европейском себе городе центральная улица является пешеходной. Одесситы положительно относятся к такому новшеству. Говорят, прогуливаться в центре города будет удобнее. А любоваться освобожденными от машин улицами – приятнее. Много интересных мест, где можно посмотреть. И поэтому транспорт будет мешать, я думаю, пешеходам. Поэтому это очень приятно, когда чувствуешь себя комфортно. В каких-то интересных местах что-то увидеть и так далее. Живем на поселке Котовского и приезжаем обязательно в город на выходных обязательно. Главное, чтобы были парковочные места, наверное, потому что это будет проблема, если сделают пешеходные, то перекроют дороги какие-то. Городская власть планирует начать эксперимент уже в ближайшее время. Ксения Терзи, Вячеслав Лаштаба, Тумская ТВ.